Да-да-да, сегодня у нас Poco X3 NFC, бесспорный лидер, бесспорный бестселлер, будет сражаться с новинкой Redmi Note 9T5G. Так что присаживайтесь, поудобнее, берите чай, печенюшки, вкусняшки, давайте же узнаем, кто тут круче, Redmi или же Poco. Да, друзья, мы разыграем Redmi Note 9T5G в модификации 4.64 и в принципе условия у нас, как всегда, самые простые и самые элементарные. Подписка на канал, поставите лайк под данным видео, а также в комментариях под данным видео оставить свой один нормальный комментарий. И все, три элементарных условия. И как только под данным видео соберется 5000 лайков, мы разыграем данный смартфон в прямом эфире. Но, друзья, на это все у вас есть две недели, так что давайте, дерзайте, 5000 лайков за две недели и вуаля, в прямом эфире разыграем данный смартфон. Условия максимально прозрачные и честные. Ну, в общем, дерзайте. Ну что, давайте перейдем на сайт и каталог и посмотрим, за сколько можно прямо сейчас купить Poco X3 NFC и Redmi Note 9T5G. Да уж, с Poco X3 NFC дела обстоят офигенно, потому что цены наконец-то в наших странах опускаются. Ну, к примеру, в Украине за базовую версию просят уже 6300 гривен и это круто. Супер топчик 6128 можно купить за 7000 гривен. В России же базовую версию продают за 17000 рублей, а топчик за 18500 рублей с гарантией, конечно же. Так что цены максимально вкусные и это хорошо. Да, Redmi Note 9T5G потихоньку начинает продаваться в наших странах, но есть одно большое но. Это цены, а не конские. Да и плюс, это неофициальные магазины. И, блин, черт побери, в Украине за базовую версию просят почти 8000 гривен, а это на минуточку 280 баксов. Капец, какой ужас. В России тоже цены неадекватные. Больше 18000 рублей это что-то нереальное. Я не понимаю, кто будет в здравом уме покупать данный смартфон за эти большие деньги. Но я более чем уверен, что официальные цены в наших странах на Note 9T и 5G будут гораздо ниже, поэтому все ссылочки оставлю в описании и мониторьте и каталог. Оба данных смартфона, конечно же, получили полностью пластиковый корпус, но не все так просто, потому что Poco X3 NFC это офигенный, красивый, глянцевый пластик, который, конечно же, максимально дешевый. Задняя крышка продавливается, пластик тоненький, ну и, само собой, глянется, будет собирать все, что только можно, и царапины в том числе. А вот Redmi Note 9T 5G это, конечно же, матовый, прикольный, плотный такой пластик, потому что задняя крышка не продавливается, отпечатки пальцев не остаются. Расцарапать и поцарапать данный корпус довольно-таки сложно, потому что у нас тут есть такая рифленая поверхность, которая была еще замечена в Redmi 9. Короче говоря, максимально вандалоустойчивый материал. Ну, по крайней мере, по сравнению с Poco X3 NFC, так уж точно. Оба смартфона получили USB Type-C, разъем для наушников, NFC, их порт для управления техникой. А также Note 9T 5G может похвастаться полноценным лотком для сим-карт. Да, в Poco такого нет, тут только комбинированный лоток, но зато у него есть, друзья, светодиодный индикатор уведомлений, которого нет в Redmi Note 9T 5G. Оба данных красавца получили IPS-матрицы с Full HD Plus разрешением. В Poco это 6,67 дюйма, а в Note 9T 5G 6,53 дюйма. Но самое главное отличие двух этих экранов, это, конечно же, частота обновления, потому что в Poco это царские 120 Гц, и это круто. А вот в Note 9T 5G только 60 Гц. Обычные, привычные 60 Гц. А во всем остальном это плюс-минус одинаковые экраны. Разница, если и есть, то она на уровне задротства. Минимальная и максимальная яркость у них одинаковая. С углами обзора у обоих все прекрасно. Картинка насыщенная, контрастная, вкусная, хороший белый цвет. Короче говоря, это просто два офигенных экрана. Разница только в частоте обновления. Оба данных красавца получили стереодинамики, но дело в том, что лидер тут только один. Это Poco X3 NFC, потому что тягаться с данным смартфоном, ну, не каждый может, потому что у него офигенный звук. Ну, я бы даже сказал, что смартфоны, которые стоят в два раза дороже, ну, не всегда могут конкурировать по качеству и по громкости с данным смартфоном. А также, если вдруг для вас важен вибромоторчик, то тут тоже Poco X3 NFC красавчик, потому что вибро флагманское, приятное и такое офигенное. А в Note 9T 5G оно обычное, ничего удивительного. Ну, плюс-минус уровень Redmi Note 8 Pro. В данном смартфоне реально есть. Всё. Так что присаживайтесь, поудобнее берите вкусняшки. Давайте аж посмотрим, что это за чудо чудесное из Китая. Посмотрим, что это за чудо чудесное из Китая. Железо. Итак, Redmi Note 9T получил 7-нанометровый Dimensity 800U. В Poco у нас 8-нанометровый Snapdragon 732G. Более перспективным и нарядным, конечно же, будет Redmi Note 9T 5G. Причём во всех смыслах. Это касается как производительности, так и энергопотребления. Если говорить о памяти, то форматы у них одинаковые. Это LPDDR4X OZU и UFS 2.1 PZU. Но это касается базовых версий. Потому что в модификации 4.128 используется встроенная память UFS 2.2 в Note 9T 5G. Но, к сожалению, у данного смартфона только 4 гигабайта оперативной памяти. И больше не существует. А вот в Poco у нас 6 даже в базе. И это хорошо. Но, как ни крути, встроенная память всё равно будет быстрее в Note 9T 5G. Потому что Dimensity 800U красавчик. Он молодец. И память быстрая получается. Троттлинг. Ну что же, тут оба смартфона показали отличные результаты. 100 потоков. 30 и 60 минут. И буквально на самую малость лучше Note 9T. Ну, во-первых, у него гипсов больше. Причём разница в 60-минутном тесте заметная. Ну и потери производительности буквально на пару процентов у него меньше. На деле же оба смартфона работают чертовски быстро и стабильно. Но лично мне больше нравится, как работает Note 9T 5G. Какое длинное название. И всё очень просто. Потому что тут процессор от компании Mediatek. Который офигенно работает со встроенной и оперативной памяти. То есть, всё чуть-чуть побыстрее. Но есть один нюанс. Это частота обновления экрана. Потому что, да, как бы всё чуть-чуть побыстрее на Note 9T 5G. Но всё гораздо приятнее и плавнее на Poco X3 NFC. За счёт того, что у него 120-герцовая IPS-матрица. Поэтому, друзья, тут всё максимально сложно. И надо брать, сравнивать и выбирать, что для вас важнее. Плавность, офигенная анимация, 120 герц или просто довольно-таки быстрая работа в повседневных задачах. На обоих смартфонах вы спокойно сможете играть почти в любые игрушки без проблем. Но есть один нюанс. Да, PUBG запускается на обоих смартфонах на высоких настройках. И всё хорошо. Даже спустя час игры мы получаем стабильные 30 фпс. Но в Call of Duty на Poco можно выставить высокие настройки и всё будет замечательно. То вот в Note 9T 5G, к сожалению, этого сделать пока что нельзя. Потому что игра тупо не оптимизирована под Dimensity 800U. Если вы танкисты, то тут сразу всё понятно. Берите Poco X3 NFC и спокойно играйте. Потому что под Dimensity 800U оптимизации нет никакой. На высоких настройках будут ужасные просадки вплоть до 25 кадров. Хотя под Dimensity 1000 Plus оптимизация есть. И там спокойно можно играть на высоких настройках без проблем. Короче, потенциал в Note 9T 5G большой. Но всё упирается в оптимизацию, к сожалению. Всеми любимая разблокировка. Ну что ж, оба смартфона, конечно же, получили сканеры на торце. Потому что это максимально удобно и быстро. Но, друзья, тут тоже не всё так просто. Потому что, как ни странно, но Redmi Note 9T 5G справляется с этой задачей гораздо быстрее и лучше. Потому что, ещё раз повторюсь, процессор от компании Mediatek. Это новенький Dimensity, который максимально чётко работает с разблокировкой по лицу. И с любыми сканерами отпечатков пальцев. То есть, я это уже проверял на Realme. На любых берём Realme, на Qualcomm берём Realme, на Mediatek и вуаля, на Dimensity всё гораздо быстрее. Тут всё то же самое, друзья. На Note 9T 5G сканер быстрее и стабильнее, что ли. А вот, как ни странно, разблокировка по лицу у них плюс-минус одинаковая. Особой разницы нет. Хотя на тех же самых смартфонах от компании Realme, у которых установлен процессор от компании Mediatek, работает разблокировка по лицу быстрее, нежели на смартфонах, у которых Qualcomm. Автономность. Ну что ж, Poco X3 NFC получил аккумулятор на 5160 мАч и нормальную 33-х ваттную зарядку. В Note 9T 5G аккумулятор на 5000 мАч и только поддержка 18-ти ваттной зарядки. Хотя в комплекте 22,5 ватта. Оба смартфона прошли все мои тесты автономности. Но тут лидер только один. Это Redmi Note 9T 5G. Особенно большая разница видна именно при экстремальных нагрузках, таких как Trotting Test и Antutu. Потому что Dimensity 800U более грамотно расходует аккумулятор именно под нагрузкой, нежели Snapdragon 732G. На деле же Note 9T 5G вам подарит 1,5-2 дня при средней нагрузке без проблем. Poco вам подарит максимум 1,5 дня при средней нагрузке, но в режиме 120 Гц. Если включить 60 Гц, то в принципе почти 2 дня вытянуть можно. Но если опираться на сухие цифры, то тут круче, конечно же, Note 9T 5G. Остались у нас и камеры. И знаете, тут без всякого сравнения можно сразу сказать, что Poco X3 NFC красавчик. И он сразу же просто взял и разорвал Note 9T 5G. Ну потому что у него главный модуль на 64 Мп от компании Sony. Плюс ширик на 13 Мп, плюс фронталочка на целых 20 Мп, а также есть бесполезные модули. А вот в Note 9T 5G по сути у нас только 2 камеры. Главный модуль на 48 Мп от компании Samsung и фронталочка на 13 Мп. Все остальные модули это бесполезная фигня, которую сюда засунули, лишь бы сделать красивый нормальный дизайн, как бы для симметрии. Обычный режим при хорошем освещении. Ну что ж, естественно, Poco X3 NFC фоткает лучше, потому что у него детализация выше и чутка меньше шумов. Но весь прикол в том, что эту разницу заметить очень-очень трудно. То есть надо заниматься пиксель-хантингом, все это кропать и смотреть. Короче говоря, днем смартфоны фоткают плюс-минус одинаково. При плохом освещении Note 9T 5G уже ничего не может противопоставить Poco X3 NFC. Если честно, даже комментировать ничего не буду. Вы и сами все прекрасно видите, насколько лучше фоткает Poco X3 NFC. Note 9T 5G сливает ему по шумам, по детализации и, конечно же, по работе с источниками освещения. И плюс у него дикий перешарп, который бесит. Итак, видео сравнение Poco X3 NFC и Redmi Note 9T 5G. 4К 30 кадров в секунду, так что, друзья, оценивайте. У нас тут ветер большой, потому что зима, зима, зима. Да, как-то вот так вот. Картинка, стабилизация. И слушайте, как записывают микрофоны этих смартфонов. Poco X3 NFC и Redmi Note 9T 5G. Ну и, само собой, давайте проверим и ночную съемку на Note 9T 5G и Poco X3 NFC. В общем, как-то вот так вот стабилизация. Смотрим. Оцениваем. 4К 30 кадров в секунду. Так. Ну, в общем, как-то вот так вот, друзья. Фронталка однозначно лучше на Poco X3 NFC, причем разница довольно-таки заметная. Ну что ж, вот такая вот у нас сегодня получилась битва Poco X3 NFC и Redmi Note 9T 5G. И, в принципе, сразу можно сказать, что Poco X3 NFC это крутейший, офигейший, просто секси-бомбо-офигенный смартфон, который является лучшим за свои деньги и альтернатив у него нет. И в данном сравнении он тоже просто красавчик, просто молодец и бла-бла-бла. Да, на самом деле так оно и есть, но Poco X3 NFC в данном сравнении все равно не является идеальным смартфоном. Ну, во-первых, кому-то могут не понравиться банально его габариты, кому-то не понравится его галимый дешевый пластик, максимально тонкий пластик. Да, и плюс, друзья, это 4G смартфон. И да, представьте, уже появляются люди, которым надо 5G смартфон. В России, там и в Украине, не знаю зачем, но окей, допустим, такие люди есть. В любом случае, в данном видео я попытался все разложить по полочкам, а вы уж там сами выбирайте, какой смартфон вам нужен. Так что, где купить данные смартфоны по максимально низким ценам я оставлю в описании. Переходите, смотрите и кому надо, заказывайте. Как-то вот так вот, друзья. С вами был Димон, канал Всех Китай. Всем удачи, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok